Пролог 2020 год. Пожары в Австралии уносят жизни миллиарды животных. Кризис отношений между США и Ираном дает повод рассуждать о Третьей мировой войне. Цены на нефть рухнули, потянув мировую экономику за собой. Пандемия коронавируса показала беззащитность мирового здравоохранения. И, конечно, антирасистские протесты после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Нам трудно понять, как рядовой случай полицейского произвола разжег огни массовых протестов в Америке и Европе. Давно позади времена рабства и сегрегации с раздельными питьевыми фонтанчиками для белых и цветных. Почему же расовые бунты из американских мегаполисов так легко перекинулись на города Старого Света? Почему бронзовые памятники героев колониальной эпохи так легко слетают со своих постаментов? Большая часть из списка главных проблем современности – неравенство севера и юга, бедности, голод бывших колоний, проблема демографии и развития человеческого потенциала – все берет начало там, в романтической эпохе открытий Колумба и Кука. Эра великих географических открытий, навсегда изменившая не только карту мира, но и расстановку сил на ней. Корабли уходят в плавание в поисках терра инкогнито, а возвращаются, груженные несметными сокровищами – золотом или живым товаром. Разграбление далеких земель поставлено на поток. Обращение их населения в рабство благословляет церковь. Папские буллы, подтверждающие это право на насилие, выходят с завидной регулярностью. Моральные догмы приспосабливаются. Когда речь заходит о борцах с расизмом, звучат одни и те же имена – Манделла, Ганди, Мартин Лютеркинг. Их философия протеста, идеология мультикультурализма – это громкие акции. Мы же свой разговор ведем о человеке, который с помощью науки доказывал колониальному миру, что ни одна раса не имеет прав на порабощение другой. Николай Николаевич, Миклуха Маклай. Глава первая. Миру нужен Маклай. Эпоха великих географических открытий. Точнее, великих открытий и покорений. Не перспективы науки, а торговый интерес. Вот чем неведомые земли и дикие народы манили предприимчивых европейцев. Скачок экономического развития Западной Европы случится ценой грабежа и порабощения народов Азии, Африки и Америки. Для примера работа ученых из колледжа Дартмут Джеймса Феррера и Брюса Сейкердота, которые работают с данными о демографических аспектах колонизации. Берем в пример Пуэрто-Рико. Испанцы пришли туда в самом начале 16 века. Число туземного населения в тот момент – 60 тысяч человек. Через 25 лет – полторы тысячи. То же самое произошло и на Ямайке. И тоже благодаря испанцам. До их прихода на острове жили десятки тысяч человек. В середине 17 века там не осталось ни одного туземца. На землях с приятным климатом и без угрозы эпидемии, например, Австралия или Новая Зеландия, европейцы оседали, вытесняя аборигенов. А потенциально опасные земли были для них только источником ресурсов. Сюда не приносили цивилизацию и религию. Здесь строили экономику лишь на экспорте сырья. Ужасающий пример – бельгийский геноцид туземцев в Конго. Герман Артамонов, кандидат исторических наук, профессор. Смысл отношений между митрополией и колонией состоял очень простой. Это когда митрополия осуществляет свое развитие, обеспечивает свое экономическое развитие за счет, если назвать вещи своими именами, прямого экономического ограбления колоний. Баланс, экономический баланс отношений, дебит и кредит между колониями и митрополиями всегда в пользу митрополии. Разумеется, вот эта политика ограбления, она нуждалась в таком идеологическом оправдании. В частности, колонизаторы всегда говорили и пытались обосновать, что они на самом деле при этом не только забирают экономические ресурсы, сырье или используют дешевую рабочую силу, но они что-то привносят и что-то дают. Ну, допустим, они действительно в 19-м столетии пытались там где-то насадить элементы западноевропейской культуры, вроде бы, так сказать, там какой-то демократии, или, допустим, привнести вот эту передовую систему экономических отношений, будем называть ее буржуазную, капиталистическую в эти колонии. Но на самом деле, конечно, это все прикрытие, потому что колонии – это общество традиционное, и, в общем-то, нет ни одного примера, где бы эта рыночная экономика, которая, как по утверждению наших ультралибералов, как всемогущий бог сама по себе все исправит, нет ни одной бывшей колонии, которая сегодня бы демонстрировала успехи или опережала бы свои бывшие митрополии. Они везде, в общем-то, возьмите крупнейшие там, ну, Индия, допустим, да, там есть какие-то определенные экономические успехи, но в массе своей – это нищая страна, где подавляющее большинство населения находится буквально за чертой бедности. Вот это итог колонизаторской деятельности. И надо сказать, что сама по себе колониальная система, ведь она еще исчезла, последняя колония – это Алжир, колония Франции, она буквально в начале 60-х годов прекратила свое существование, то есть еще живо, собственно говоря, поколение, которое это помнит, просто реальную колониальную систему. И надо сказать, что ее в той или иной степени пережитки этой колониальной системы, они сохраняются и по сегодня. Вот мы видим глобализм, мы видим восьмерку, и, по сути дела, если мы проанализируем глобальные экономические связи, планетарные, сегодня, конечно, все экономики связаны между собой, то мы увидим так или иначе прямую зависимость, опять-таки, в других формах, но суть остается та же. Вот эта система экономической зависимости, где есть как бы вот такой главный хозяин, который как пылесос подгребает со всей планеты ресурсы, она уже в другой форме, но по сути сохраняется. Бартоломе де Ласкасос, испанский священник-доминиканец, историк Нового Света 16 века, в одном из самых смелых сочинений, в трактате «Кратчайшие сообщения о разрушении Индии», индиями тогда называли земли Америки, пишет, убивали христиане двумя способами – несправедливой кровавой тиранической войной и обращением в жесточайшее рабство, в такое, в какое никогда прежде не бывали обращены ни люди, ни животные. Причиной и единственной целью убийств и разрушения было обогащение христиан золотом. Ради этого они готовы были на любой произвол на новых землях, ибо земли были богаты, а жители их скромны и терпеливы. Их легко было завоевать, и христиане это сделали. Есть версия, что идею гуманизма будущему ученому привела мать, которая после смерти мужа осталась одна в заботах о пяти детях, и каждому из них, кстати, сумела дать достойное образование. В юности Екатерина Семеновна была близка к кружку Герцена, первому, где проявился интерес к идеям социализма, которые понимались как, цитата, «целый мир новых отношений между людьми». Детей своих Екатерина Семеновна воспитывала в духе уважения к людям всех рас и наций. В 18 лет юный Николай писал «Я всегда испытываю большую симпатию к бедным и тем, кто находится в плохих политических и социальных условиях. У меня большая симпатия к бедным и бесправным, чем к богатым и полноправным». Середина 19-го столетия. Крестьянская реформа в России. Восстание и волнение, призывы к свержению царя. Интеллигенция, в отличие от западных стран, самостоятельная и оппозиционная власть и политическая сила, которая развернула борьбу ради собственной трактовки понятия «спасение России». Николай Молот, вокруг него революционный подъем, подпольные кружки разночинцев, несокрушимая вера в естественные науки, манифесты Герцена в «Колоколе» и Чернышевского в «Современнике». И несколько чуть туманных фактов в биографии. Из гимназии то ли исключили, то ли ушел сам. В университете вроде принимает участие в студенческих волнениях, за что сидит трое суток в Петропавловской крепости, а потом теряет право получать образование в России или не теряет, так как числится вольным слушателем. Революционер? Внешне похоже на то, на самом деле не совсем. Герман Артамонов, кандидат исторических наук, профессор. Надо сказать, что революционное движение, конечно, в 19 столетии, в середине 19 столетия, они набирают такой оборот мировой. Это и время появления интернационала, и коммунистической идеи, и социалистической идеи. Можно вспомнить знаменитые три этапа освободительного движения в России от декабристов, которые тоже, в общем-то, революционеры. И, конечно, вообще в середине 19 века любой интеллигентный и здравомыслящий человек, он как только начинал думать, как обустроить Россию, он рано или поздно приходил к оппозиции и к революционному лагерю. Не будем забывать, что специфика нашей страны в 18-м и 19-м столетии состоит в том, что мы единственная, пожалуй, европейская страна, в которой сохранялись чудовищные формы крепостной зависимости. На личных формах зависимости крестьян от помещика крепостное право будет отменено только в 61-м году. И вот это рабское, что такое крепостное право? Это, по сути дела, 50% населения России. И, соответственно, конечно, это не могло не вызывать сочувствия у любого, подчеркиваю, интеллигента и здравомыслящего человека. И в этом смысле это вполне могло быть. Но при этом надо сказать, что по своему складу вообще Николай Николаевич, Миклуха Маклая, он личность романтическая, это личность такая бунтарская, пассионарная и очень сложная фигура, противоречивая. Но при всем том, практическим революционером он не был. Лидия Чуковская напишет, «Связь Миклуха Маклая с передовыми идеями 60-х годов лежит не на поверхности, а в самой основе того общественного и научного дела, которому он отдал жизнь». «В числе предубеждений», – писал Чернышевский, «очень заметное место занимает предрассудок, будто один народ по самой своей прирожденной натуре, по своей расе, не способен к тому, к чему способен другой». Но, видимо, все предыдущие путешествия Миклуха Маклая были недостаточно далекими или недостаточно опасными, хотя не только берега Красного моря того времени сборища всех возможных бед. Исследователь ищет возможность совершить по-настоящему опасную экспедицию и останавливает свой выбор на Новой Гвинеи. Хотя европейцы начали ее, как они это называли, исследование, еще в 16 веке, спустя три столетия, не было ни точных карт, ни общего представления о географии острова, а уж отдельные его участки были сплошь белыми пятнами. Говорить об изучении коренного населения и вовсе не приходится. Не для того сюда стремился Старый Свет. А Миклуха Маклай горит как раз этим. Я план встранцевания своего подчинил антропоэтнографическим целям, при которых всегда останется у меня время для специальных анатомических исследований. Глава третья. Научная работа или политический интерес? В статье «Почему я выбрал Новую Гвинею полем моих исследований» Миклуха Маклай вспоминает популярную в то время гипотезу о Лемурии, материке которой мог занимать в древние времена большую часть Индийского океана. В середине 19 века эту гипотезу поддерживали выдающиеся ученые, и некоторые предполагали, что Новая Гвинея связана с Лемурией, и что именно здесь сердце всего человечества. И хоть Миклуха Маклай критически высказывался об этом, как он называл его, проблематическом материке, все же полностью гипотезу не отвергал. Обитатели Новой Гвинеи, как их называл Миклуха Маклай, более изолированные и менее подверженные примеси с другими племенами, могли стать исходной группой для сравнения с народами. Чтобы, цитата, во-первых, уяснить антропологическое отношение папуасов к другим расам, которое еще почти не определено, во-вторых, по возможности и по собственным наблюдениям определить распространение этой расы за пределами Новой Гвинеи. 1869 год, сентябрь. Миклуха Маклай пишет письмо секретарю Русского географического общества. «Милостивый государь, я бы желал получить ответ от императорского Русского географического общества, согласно ли оно помочь мне, доставив мне возможность на военном судне переехать на какой-нибудь пункт Тихого океана с тем, чтобы впоследствии возвратиться в Европу на одном из обратно следующих судов в Кронштадт». Интересно, что примерно в это время офицер-разведчик барон Александр Каульбарс представляет по линии РГО весьма привлекательную для короны записку о русской полонизации острова Новой Гвинеи. Какое совпадение? Политический интерес Петербурга к островам Тихого океана и исследовательские планы Миклуха Маклая. Но совпадение ли? Лично самодержец Александр II дозволяет включить молодого ученого пассажиром на военный корвет «Витязь» и, мало того, возмещает все затраты сверх тех, которые были получены от РГО. А мы помним, что до этого экспедиции Миклуха Маклая либо не поддерживали вовсе, либо выделяли копейки, так что он путешествовал в одиночку на весьма скромные суммы, которые высылала мать. Путешествие на «Витязи» выглядит чуть ли не государственной командировкой. По ее результатам на стол Александру II ложится доклад. Маклай, подгоняемый планами Британии на аннексию части Новой Гвинеи, а это означало непоправимый урон пакуасам, зная особенности британского управления колониями, стремится сплотить аборигенов в одно целое для противостояния англичанам. Но император идей не разделяет. Официально из-за удаленности острова и потому отсутствие к нему государственного интереса. Неофициально из-за нежелания обострять и так непростые отношения с Англией. В то время и Германия имела в Новой Гвинеи территориальные интересы, об этом активно заботился личный Бисмарк. Канцлер явно играл на два фронта, заодно уверял Россию, что поддерживать Маклая не стоит. Мол, все его идеи и научные изыскания в интересах британской короны. Наследник престола цесаревич Александр Александрович явно интересовался идеями Миклуха Маклая о русском протекторате над папуасами. Вступив на престол, уже император Александр III вернулся к этому вопросу, осень 1882-го. Пять раз за месяц ученый встречается с императором в Гатчине. После чего тот же военный клипер Витязь, теперь названный Скобелевым, отправляется по старому маршруту. На этот раз с четкой инструкцией от управляющего морским министерством вице-адмирала Ивана Шестакова. Приобретение пункта, на который мы могли бы заявить права на владение и поднять на нем свой флаг. И снова планам Маклая не суждено сбыться. Командующий отрядом судов в Тихом океане контр-адмирал Николай Копытов, хоть и был абсолютно восхищен личностью Маклая и его благородной фанатичностью, заключил – это огромные затраты на оборону и содержание. Базы того не стоят. А пока морская элита разубеждала Александра III и записывала путешественников-прожектеры, Англия и Германия разделили сферы влияния на остров. Записка. О предполагаемом занятии островов и основании русской колонии в Тихом океане. Санкт-Петербург, август 1886 года. Великому князю Алексею Александровичу. Конфиденциально. Предположенный мною план занятия островов в Тихом океане и образование на них русской колонии необходимо осуществить немедленно, так как при существующем в последнее время стремлении со стороны европейских держав, особенно Германии и Англии, к захвату различных островов Тихого океана на долю России в скором времени не останется ни одного более или менее удобного пункта. Соображая по карте Тихого океана, где бы, помимо берега Маклая в Новой Гвинеи, захваченного два года тому назад Германией, могла быть основана русская колония, я останавливаюсь на некоторых еще не занятых островах, названия которых – «Видах сохранения тайны», считаю более удобным сообщить вашему высочеству на словах. Отрывок из книги «Великие русские люди» Вадима Сафонова. Маклай напряженно следил за событиями, он еще верил в благородство сильных мира сего. Он писал князю Бисмарку о том, чтобы вообще все белые взяли на себя защиту прав темнокожих туземцев островов Тихого океана от бессовестной, несправедливой и зверской эксплуатации. Но осенью 1884 года исследователь и ученый Отто Финш поднял германский флаг над берегом Новой Гвинеи. Он, кстати, был знаком с Маклаем лично, планомерно втирался к нему в доверие, когда тот вернулся из последней Тихоокеанской экспедиции, а туземцам, чтобы отвести глаза, представился его братом.